Добрый вечер, а самое важное прямо сейчас в программе «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Смотрите выпуски. С 1 сентября президентская премия лучшим школьным учителям и воспитателям детсадов. Кто их определит? Каждого ребенка в семью – девиз на перспективу. Органы опеки готовы работать с приемными семьями. Куда обращаться за вакансией? Требуются рабочие руки для масштабного строительства. И впервые открыта летняя молодежная школа, чему будут учить молодых активистов в ближайшие несколько дней. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по реализации программы социально-экономического развития Приднестровья в рамках деятельности автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Совещание провела заместитель председателя правительства Наталья Никифорова. В ходе общения выяснилось, что приднестровцы могут получить дополнительные рабочие места, рассказывает Александра Комплеева. Работа российских партнеров по линии евразийской интеграции в самом разгаре. В понедельник прибудет последняя партия реанимобилей. А начало сентября отметится закладкой памятной капсулы на месте строительства нового педиатрического центра и завершение модернизации компьютерных центров в Госуниверситете. На этот этап было выделено более 3,5 миллиардов российских рублей. «Опыт такого грандиозного масштабного строительства социальных объектов – это опыт, которого, пожалуй, у Приднестровья не было за всю историю существования. Есть вещи, которые сопутствуют любой большой стройке, любому большому проекту. Они элементарные, но, к сожалению, у нас нет опыта в том числе и решения таких элементарных вещей. Поэтому нам предстоит учиться новым технологиям, учиться взаимодействию, учиться оперативному реагированию». Строительство 12 социально значимых объектов должно завершиться к концу следующего года. Пока все идет с небольшим опережением графика, говорилось на встрече. Но участники рабочей группы затронули проблему, решение которой может помочь и российской стороне, и самим приднестровцам. «Главный для нас сейчас вопрос – это вопрос кадров. Мы планируем очень большое количество мест рабочих создать, 12 объектов – это все-таки серьезный объем строительства. И мы столкнулись с тем, что пока мы не набрали достаточно специалистов, как рабочих специальностей, так и ИТР. Совершенно очевидно, что в Приднестровье есть люди, которые ищут работу, и теперь есть работа, которая ищет людей». Получить дополнительную информацию о свободных вакансиях можно на сайте Евразийской интеграции, либо по адресу в городе Тирасполь, переулок Труда, 6, или позвонив по номеру 778-54-123. Руководитель Евразийской интеграции также рассказал участникам рабочей группы о формировании второго этапа реализации российских проектов. «Сейчас мы хотим видеть обоснованные и просчитанные предложения со стороны Приднестровской о том, какие социальные проекты, объекты нужно в первую очередь реализовать в ближайшие три года». Наталья Никифорова поручила руководителям соответствующих министерств и служб, а также госадминистрациям в десятидневный срок разработать предложения, которые, возможно, будут реализовывать на втором этапе программы. Александра Комплеева, Павел Божонко, Первый Приднестровский. Борьба за новые рынки сбыта, увеличение производства, оптимизация нерентабельных направлений и разработка новой продукции. Активизируется производственная деятельность «Электромаша». На предприятии побывала наша съемочная группа. Анатолий Батурин за станком уже 40 лет. За время работы на «Электромаше», говорит токарь, завод переживал разные периоды. Были и взлеты, и падения. Сейчас предприятие вновь на подъеме. Есть заказы, а значит и работа. Отрабатываем новые машины, опытные, АЕОМ-225, и там выше. Ну, налаживаем. Серийное производство будет, может, даже. Как оборудование у нас есть, народ тоже, я думаю, будет работать. Лишь бы была работа. Еще в начале года общая сумма заказов незначительно превышала 120 тысяч долларов. Но сегодня эта цифра в разы больше. Около миллиона двухсот тысяч. Заводу не только удалось вернуть старых заказчиков, но и начать сотрудничество с новыми. Все это время основная задача была администрации завода, ну и всех работников завода. Это наработка заказов, которые предприятие успешно потеряло в предшествующие годы. А мы работаем с основными такими заказчиками в Российской Федерации. Это как ОАК «Транснефть», «Лукою», «Роснефть», «ТНК-БП», со всеми угольными компаниями и другими крупными корпорациями Российской Федерации. Порядка 70% экспорта продукции «Электромаша» приходится на российский рынок. Более тесно начали сотрудничать с предприятиями Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Огромная работа проведена за данный период, буквально за полгода. Нами не скрывая начатые работы с представителями, которые раньше работали на наших конкурентов. Это открытым текстом можно сказать. Если мы раньше в Кузбасский регион поставляли единичные машины, сейчас у нас заключен договор на 50 миллионов долларов. Но все же главная проблема, отмечает руководство завода, не наличие или отсутствие заказов, а привлечение молодых специалистов. На заводе работает около 800 человек. Большая часть из них пенсионного и предпенсионного возраста. Вот и токарь Анатолий Батурин сетует, что некому передавать знания. Молодежь, видно, не вникает, что это самое главное, это производство. Это не надо ехать никуда. Так у нас вроде бы общежитие выделяют для молодых. Здесь перспектива какая-то для них. Но учиться даже. Все зависит от заказов, от нашей работы. Наличие долгосрочных заказов, надеются, здесь поможет привлечь молодых специалистов и значительно увеличить объемы производства. Александр Кожухарь, Станислав Стоянов и Сергей Василев. Первый Приднестровский телеканал. В Приднестровье в этом году очень хороший урожай винограда. Сейчас полным ходом идет уборка столовых сортов. В отличие от прошлого года, ягоды крупные и сочные, отмечают аграрии. Радость и озабоченность приднестровских виноградарей разделил и наш корреспондент Степан Бугаев. В целом, нынешний год на стороне аграриев. Труд виноградарей также оправдал ожидания. В прошлом году здесь собирали по 120 центнеров с гектара, то есть по 12 тонн. В этом сезоне в два раза больше. В среднем у нас урожай порядка где-то 200 центнеров с гектара, 250 центнеров с гектара. Это очень хороший урожай для столовых сортов винограда. Но есть возможность этот виноград разогнать еще в два раза. То есть мы его разогнали на 50%, еще 50% у нас в запасе. Разогнать виноград еще будет время. Семилетние растения вступили в возраст, когда от них стоит ждать наибольшего урожая. К слову, уже сейчас это хозяйство в парканах дает основную часть винограда столовых сортов. Для внутреннего рынка это большие объемы. Поэтому ягоды стараются отправить и за рубеж, в Россию и Белоруссию. Но это совсем не просто. Экспорт, наверное, главная головная боль приднестровских виноградарей. Это нужно через Молдову все делать. Это двойное обложение. Я просто для сравнения скажу, что фуру винограда отправить в Москву, нужно накладные расходы 12 тысяч долларов. Вот примерно, почем надо продать там, чтобы получить еще какие-то, будем говорить, возвратные деньги. Отправят ли ягоды за границу, продадут ли на местном рынке или, самый худший вариант, направят на переработку, на вино. В любом случае, все гроздья проходят через руки вот этих работниц. Здесь проходит упаковка винограда, самая ответственная часть в сборе урожая. Работу доверяют почему-то только женщинам. Они перебирают каждую гроздь. Брать аккуратно, не снимать с нее эту пыльцу. Красиво, чтобы смотрелось, чтобы был красивый, аккуратный, чтобы товар был на лицо. Будет ли развиваться виноградарство в Приднестровье? Несмотря на трудности с реализацией урожая, в агрофирме высадили еще 5 гектаров виноградника. Это болгарский сорт «Велика». Он похож на привычную нам Молдову, только зреет рано. Черный виноград пользуется наибольшим спросом за рубежом. И именно с ним аграрии связывают наибольшие надежды в будущем. Степан Бугаев, Сергей Василев, 1-й Приднестровский. Стоит ли повышать налоги для тех, у кого в собственности несколько автомобилей и объектов недвижимости? Этот вопрос давно обсуждают в обществе и в госорганах. Сегодня он был на повестке дня в правительстве. Установить дифференцированное налогообложение с тех, у кого есть более одного транспортного средства или объекта недвижимого имущества. Представители власти считают, вводить такую норму в Приднестровье пока рано. Есть еще основания изучить, обосновать, экономически цифры привести. Поэтому я предлагаю дополнить еще необходимой информацией и Министерству финансов, и Министерству экономического развития. Поэтому мы уже в дальнейшем рабочем порядке будем изучать. И пока не увидим основания, эффекта социально-экономического, только затем мы будем выносить очередной раз уже на правительство рассмотрение данного законопроекта. По словам председателя правительства, прежде всего нужно сформировать единую базу по владельцам как транспортных средств, так и объектов недвижимости. Этим и займутся в ближайшее время ответственные ведомства. К слову, порядок расчета налога на имущество с физических лиц уже был изменен с начала этого года. Так, если ранее налогооблагаемая база исчислялась исходя из инвентаризационной стоимости, то уже сейчас исходя из площади. А вот что касается владельцев транспортных средств, члены правительства предлагают вернуться к инициативе, с которой они выходили на Верховный Совет в прошлом году. Перевести налоговое бремя с налога с владельцев транспортных средств на стоимость акциза. То есть, в зависимости от того, сколько человек потребляет горюче-смазочных материалов, бензина, и столько он и будет платить. То есть, чтобы этот налог был в составе акциза. Предлагается повысить ставку акциза на отдельные виды ГСМ. К примеру, в соседних государствах Молдове и Украине тонна бензина стоит 250 и 260 долларов. В нашей республике всего 103. В результате повышения ставок акциза бензин может подорожать до 175 долларов за тонну. На сегодняшний день есть в законе об акцизах уже действующая норма, в соответствии с которой данные средства распределяются между республиканским бюджетом и дорожным фондом 60 на 40. То есть, 60% зачисляется в республиканский бюджет, 40% зачисляется доходы дорожного фонда. По нашим предварительным расчетам данное расщепление тоже необходимо будет пересмотреть. По расчетам Минэкономразвития дополнительные поступления от акцизов на ГСМ составят более 7 миллионов долларов и смогут перекрыть необходимые средства в дорожном фонде и увеличить доходную часть республиканского бюджета. С 1 сентября 7 лучших молодых учителей и 7 лучших воспитателей детских садов из разных городов и районов будут получать надбавку к основной зарплате – президентскую премию. В системе образования нам нужно поддерживать все конкурсные движения для того, чтобы все-таки создавать определенную мотивацию, в том числе и материальную мотивацию для того, чтобы педагоги, работающие в системе, осознавали свою значимость, осознавали необходимость своего профессионального роста, занимались своей непосредственной подготовкой и квалификацией. Лучших педагогов будут выбирать на местах в управлениях народного образования. Проект стартовал в этом году по аналогии с поощрением в системе высшего образования. Президентскую премию уже получают 5 молодых преподавателей госуниверситета. В Приднестровье впервые открылась летняя молодежная школа. Представители различных политических течений и общественных организаций, а также активисты территориальных молодежных объединений собрались вместе, чтобы обсудить стратегию молодежной политики и представить свои проекты по ее реализации. Первый день летней школы начинается с расселения. Выбрать комнату, разложить вещи и непременно получить бейджик – обязательный атрибут участника. Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» на несколько дней стал молодежным центром республики. От этого форума я жду продуктивной работы, много эмоций положительных, скорее всего, и, конечно же, жду много знакомств, и чтобы за эти три дня мы стали более все ближе, и в дальнейшем у всех молодежных организаций не только работа стала более продуктивной. Я хочу получить здесь какие-то знания и пообщаться, познакомиться с людьми, которые будут здесь, завести новых друзей на будущий год. Программа школы «Насыщенные» – круглые столы, общение с представителями министерств и ведомств, презентация молодежных проектов. Игорь говорит, у молодого человека может быть позиция или активная, или пассивная. Третьего не дано. Сам придерживается первой. Состоит в патриотическом движении, выступает за здоровый образ жизни. Проект на эту тему он привез в летнюю школу. В рамках данного проекта планируется проводить мероприятия, такие как уроки трезвости. Также мы считаем, что необходимо усилить спортивное направление и более участие, скажем так, соревнования, чтобы у каждой школы было несколько направлений. Волейбол, баскетбол, футбол. И чтобы раз в сезон проводились какие-то спортивные мероприятия, чтобы школы могли между собой соперничать. Участники летней школы привезли семь проектов по реализации стратегии молодежной политики, которую разработали в Министерстве просвещения. Их презентация пройдет завтра. А сегодня на торжественном открытии говорили – главная цель форума – консолидация молодежи. Эта школа будет эффективной, на мой взгляд, потому что вы здесь, вы вместе, вы можете обсуждать, говорить, вы можете строить совместные перспективные планы. И я думаю, что все у нас получится. Кроме лекций и круглых столов, в программе культурные мероприятия и спортивные соревнования. Так, например, вместо тренингов по успешной работе в команде пройдет футбольный турнир. Организаторы говорят – общение в непринужденной обстановке объединяет лучше всего. И к коммунальной теме. Столичные жилки проходят систему реорганизации. Теперь вместо трех в Террасполе будет всего одна жилищно-эксплуатационная компания. Это сделано с целью экономии бюджетных средств и для быстрого решения проблем, возникающих в жилфонде. Об этом говорили на совещании в госадминистрации. Это будет очень удобно, потому что один руководитель отвечает за весь город. Что касается населения, то население этого не подчувствует, потому что все обращения к паспортистам, бухгалтерам останутся под тем же самым адресом, по которому были. Директором назначен базилек Ирина Сергеевна, нынешний директор ЖУК-1. Столичные коммунальщики начали готовиться к осенне-зимнему периоду. Продолжается ремонт кровель и панельных швов многоэтажек. Идет заготовка песчано-солевой смеси. Власти планируют закупить новую снегоуборочную технику. Сегодня на балансе ТДРСУ всего два грейдера, которые в период больших снегопадов, заносов, не справляются с этой работой в городе. Поэтому будет ставиться вопрос о возможности приобретения дополнительной техники к осенне-зимнему периоду. Мы говорим о двух грейдерах. Если получится купить хотя бы один, будет хорошо. Кроме этого, в Тирасполе идет подготовка к празднованию Дня Республики и визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Власти призывают всех активно заниматься благоустройством и принять участие в общереспубликанском субботнике 24 августа. К тому времени должны завершиться и ремонтные работы на некоторых городских улицах. За предприятиями, находящимися на территории города, закрепляется территория, прилегающая к периметру здания, к периметру территории. И эта территория должна содержаться в санитарном состоянии соответствующем. Нам есть всем над чем поработать. И мы поэтому обратили внимание и попросили собравшихся, чтобы в оставшийся период времени, не так, что вот субботник, вот один день давайте. Нет. Этот весь период должен быть посвящен этим вопросам. Ровно 69 лет назад началась Яско-Кишиневская операция, которая считается одной из самых удачных операций советских солдат во время Великой Отечественной войны. Она входит в число так называемых «десяти сталинских ударов» – ряда крупных наступательных операций, которые внесли решающий вклад в победу. С участницей Яско-Кишиневской операции встретился Денис Кириллов. Лидия Броникова пришла на фронт в 16 лет. До этого нелегкая жизнь в оккупированном Харькове. Мы вначале с этими девушками от немцев прятались целые три года. А когда освободили Харьков, мы, как говорится, с подземелья вылезли. Далее фронт и тяжелый освободительный поход по Украине. Так она дошла и до нашей земли, где в то время немецкое руководство создало мощную оборону, которая опоясывала многие города Молдавии и Румынии. Она до сих пор помнит то утро, когда наши войска нанесли мощный артиллерийский удар с той стороны, откуда не ждали. Утром рано на рассвете. Такая тишина была. Так сходило солнце ярко. Августовский день. Но мы это не знали точно, но предполагали, что что-то должно вот-вот поменяться. Что мы должны с этих позиций уйти вперед. И так и получилось. Ну вы знаете, не передать словами. Это вот так вот падали снаряды наших пушек. Молодцы ребята, так подготовились. Артиллерийский удар советских солдат был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны была уничтожена полностью. А за пару дней удалось прорвать всю оборону противника. И наши войска взяли в окружение Яско-Кишиневскую группировку немецко-румынских войск. С 23 по 26 августа были освобождены Бендеры, Кишинев, а потом и вся территория Молдавии. Спасибо руководящим командирам. Удачно была операция сделана. Выбросили эту румынскую канцелярию и пошли дальше на Румынии. Румынии тоже освободили и на Балканы пошли. В итоге дивизия Лидии Брониковой победно дошла до территории Чехословакии, где их и настигла радостная вещь об окончании войны. И спустя годы, смотря на свои награды и ордена, Лидия Васильевна выделяет один – за вклад в победу. Была война, но мы прошли живыми, чтобы посеять мирные семена во имя павших и живых во имя фронтовики наденьте ордена. В дальнейшем Лидия Васильевна вернулась в Харьков, вышла замуж, потом переехала на Урал. Но позже вместе с мужем все-таки вернулась на землю, которую когда-то освобождала. Денис Кириллов, Дмитрий Дьяков, Первый Пренестровский телеканал. В России вслед за Дальним Востоком под угрозой затопления района Южной Сибири. Великобритания отклонилась запросы Испании на проведение переговоров по суверенитету Гибралтара. О других новостях в мире в нашем обзоре. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предлагает обязать владельцев соцсетей ввести систему подтверждения личностей. Таким образом, пользователи должны будут подтверждать персональные данные на своих страничках в сети. Кроме того, депутат предлагает усилить наказание за незаконное использование данных пользователей в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях и лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Зеленый свет для Украины. Россия отменила жесткий режим досмотра ввозимых товаров из этой страны, введенной несколько дней назад. Это приводило к большим очередям на границе и убыткам украинских экспортеров. Теперь проходить российскую таможню стало легче. Впрочем, в случае подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом на ноябрьском саммите в Вильнюсе, украинские товары вновь могут попасть в группу риска российской таможни. В Молдове планируют ужесточить наказание за езду под градусом. По действующему закону допустимое содержание алкоголя в крови до 1 промилле, по-новому до 0,8. Сумма штрафа возрастет до 3000 леев в зависимости от состояния водителей. Соответствующие поправки в закон молдавский парламент планирует принять в конце октября. Европейские службы безопасности ввели красный уровень тревоги на железнодорожных станциях. Все дело в том, что террористическая сеть Аль-Каида через СМИ распространила информацию о готовящейся серии терактов в скоростных поездах. Экстремисты могут попытаться вывести из строя контактные провода, заминировать железнодорожные пути и тоннели, либо установить взрывные устройства в вагонах скоростных поездов, пишет немецкое издание Bild. Подходит к концу оздоровительный сезон. В детских лагерях почти никого не осталось, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они отдыхают до конца лета. В этом году на их оздоровление государство выделило более 6 миллионов рублей. В этом году лето преподнесло множество сюрпризов. Погодные условия иногда оставляли желать лучшего. Однако хорошо отдохнуть это не помешало детям. По всему Приднестровью в детских лагерях оздоровилось почти 3000 детей, среди которых более 400 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Летняя здравительная кампания организуется таким образом, что они выезжают на все 4 смены в лагерь. И в этом году отдохнуло 443 ребенка. Только лагерь «Лесная поляна» за это лето принял более 800 детей. Пятиразовое питание, бассейн, спортивные игры, компьютерный класс и многое другое. Персонал тщательно следил за тем, чтобы детям было комфортно. Погодные условия, конечно, в первой и второй смене нас не очень баловали. Но, во всяком случае, у нас есть все условия для того, чтобы дети плодотворно проводили здесь отдых. В этом году, как и в прошлом, между Приднестровьем и Молдовой действовала программа обмена детьми. Благодаря ей некоторые дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, смогли отдохнуть в соседней республике. В свою очередь, 100 ребят из Молдовы отдохнули в Приднестровье. Это второй год происходит такой обмен. Дети довольны. Очень им понравились, молдавским детям наши лагеря, наши условия. В частности, для детей, которые пришли из Молдовы, были организованы такие мероприятия по ознакомлению с нашим родным краем. Приднестровские дети, посетившие Молдову, привезли с отдыха целый багаж впечатлений. Однако, они отметили, отдыхать на родине все-таки лучше. Нас отвезли в лагерь Черешари. Там был отличный отдых. Мы прекрасно провели время. Много резвились, много конкурсов было. Нам очень понравилось. Само собой, в гостях хорошо, дома лучше. За санитарным состоянием лагерей в этом году, как и ранее, пристально следила специальная комиссия, которая все лето выезжала на места, чтобы убедиться в том, что дети довольны отдыхом и находятся в надежных руках. Александра Комплейва, Сергей Василев, Первый Приднестровский. Каждого ребенка в семью. Такой курс взятый в Приднестровье. С начала года только в Бендерах уже более 20 семей стали приемными. Сегодня к ним прибавились еще две. 11-летний Витя вместе со своей бабушкой перед опекунским советом впервые. Для них сегодня действительно судьбоносный день. Дело в том, что мальчик на протяжении последних 10 лет рос практически без семьи. Отец в России, на заработках мать находится в розыске. Оба родителя отказались от своего чада. С тех пор прошло 10 лет и только сегодня у ребенка появился шанс законно жить с бабушкой. Следующая по списку на комиссии 13-летняя Юлия. От нее тоже отказались родители и на опекунство претендует дядя. Ну и как люди с племянницей тоже дружите? Да. И как вы участвуете в жизни друг друга? Вместе гуляете? Проводите вместе досуг? Да, играли вместе. Опекунский совет принял положительное решение. Ребята обрели новые семьи. Здесь говорят, устраивать детей в семье необходимо, потому что ни один интернат, какой хороший бы он ни был, не сможет дать того количества любви, что получают семье. Рады будем оказать помощь горожанам в подборе детей. У них будет право выбора ребенка, маленького, большого, школьника, дошкольника, совсем маленького, до трех лет. Поэтому, конечно, обращаться необходимо в органы опеки в каждом населенном пункте. В республике готовят новые правила по опекунству и работе приемных семей. Приемным родителям будет выплачиваться материальное поощрение, а детям пособие на содержание. Дать малышам шанс обрести семью – девиз на ближайшую перспективу. Александр Кожухарь, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Как выглядит мечта с высоты 4000 метров? В столице, в доме музея Академика Зелинского, открылась фотовыставка «Лучше гор могут быть только горы». За своей мечтой в горы Александр Дикусар отправляется уже пятый раз. Он побывал на вершинах Памира, Эльбруса и Алтая. В этот раз путь пролегал по горам Кавказа. И если друзья по походу брали с собой снаряжение и рюкзаки, то Александр Дикусар – еще и фотоаппарат. Во время подъемов, спусков и перевалов он с ним не расстается. И тут главное дело – снимок не отстать от группы, говорит автор. «Это ущелье Безенги, там самый большой ледник на Кавказе. Центральный хребет Кавказа, Безенгийская стена, там очень много пятитысячников. Там, конечно, красивые места. Нам просто повезло с погодой, мы приехали, перед этим было две недели дожди. И погода хорошая, настроение хорошее, работаем, поднимаемся, идем». И любоваться есть чем. Белоснежные хребты и острые вершины, уходящие в синеву небо, зелень гор и петляющие речки – всего около 40 фоторабот. «Люди все-таки больше делают акцент на туризме, нежели на искусстве. И они просто хотят поделиться своими впечатлениями, которые они получили, именно будучи в своем походе». Среди посетителей выставки были и российские ученые. «Эта выставка мне навеяла мысли о том, что действительно вот эти полуэкзотические, вполне экзотические пейзажи являются проводником культурного туризма в целях мира и развития людей. И мне очень нравится эта выставка. Хочу подчеркнуть высокое фотографическое качество выставки, ну и авторский глаз на лицо». Это уже вторая выставка автора, первая была в прошлом году. Тогда были фотографии горных пейзажей Кабардино-Балкарии. Уже решено, что экспозиция станет традиционной. Выставку можно успеть посмотреть до 10 сентября. Ирина Мишина, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно ознакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. 21 августа в Москве ясно, ночью плюс 13, днем плюс 24. В Киеве ясно, ночью плюс 17, днем 28 со знаком «плюс». В Кишиневе также ясно, ночью 24, днем 32 выше нуля. В Скинвале малооблачно-небольшой дождь, ночью 11, днем 24 градусов тепла. В Сухуми ясно, ночью плюс 23, днем плюс 27. В нашей республике, по сообщению гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики от плюс 13 до плюс 15, днем 29-31 со знаком «плюс». В столице ночью 14-16, днем 30-32 выше нуля. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». Торговый центр «Фокстрот» сдаёт в аренду торговой площади самых разных размеров. Двухэтажный торговый центр находится в самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго и до встречи на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok